Привет! Давно не снимала ботаническое видео. Я как-то в этом парке, в период того, как это растение цвело синими такими початковидными цветами, сняла видео, увидев эту табличку, и сказала, что это лох. Но на самом деле лохом является, вот обратите внимание, ствол тянется вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот это растение. А я еще и подумала, облепиха, между прочим, тоже семейство лохового. Ну вообще не похоже. Ну ладно, тут же как-то написали вроде. А на самом деле надпись принадлежит вот этому дереву, которое вот так наклонилось. Вот оно и есть лох. Вот у него листья действительно. У кого вот есть на даче, или кто собирал облепиху, тут увидит, что действительно, вот да, это похожее растение, это лох. Вот про него как раз энциклопедия сообщает, что оно чертовски полезное, и плоды, и вообще чуть ли не все части растений. Это да, вот как облепиха, например, это полезнейшее растение. Вот, а это, я даже думаю, вот, кстати, оно не подписанное. Вот можно же было, причем такие кусты, немаленькие, вот такими синими цветами, а не цветов, можно было подписать. Но как-то что-то не знаю. Фонтан сейчас здесь, в этом парке, густой. А вот там, кстати, водоем полный. Вот. Реконструкция какая-то, наверное, потому что вот закрыто. Ну, что логично. Так что вот он, лох. А одна зрительница мне написала, что нет, вот это вот растение, это не лох, это другое растение. В общем, и я думаю, ну как так, я еще и пишу, да вот табличка же даже там есть в парке. Как так можно? Нет, она мне там ссылку кинула на вот это растение. Синяк у него есть одно из названий, такое смешное. Ну, ладно. А я потом посмотрела внимательно на свое видео, думаю, да, вот свисают же ветки сверху, как раз которые на облепиху похожи. Думаю, ну, как раз и прочитаю, действительно, посмотрите, какое довольно большое дерево. Ну, вот на нем плодов и прочих таких вещей я не видела. Ну, ладно. В общем, увидимся. Надеюсь, в этот раз таблички будут более, так сказать, приближенно к конкретному объекту, который описывают, стоять для распознавания.